Алексей увлекается машинами со школы, а когда появилась своя, стал заниматься автозвуком. Изначально воспринимал это как хобби, в дальнейшем это стало важной частью его жизни. В соревнованиях участвует со своим «Фиатом Панда». Была куплена в Ростове у ребят с оформлением, которое мы дорабатываем. Начало сезона, все в процессе. Сейчас уже напилин результат, и в будущем будем его совершенствовать. Он участвует в первом этапе Чемпионата мира по автозвуку, Decibel Battle, Drag Racing и Bass Race One X. Для участия не выдвигается каких-либо специальных требований к модели автомобиля, его техническим характеристикам и свойствам аудиосистемы. Участники на заряженных сабвуферам и динамиками автомобилях с радостью рассказывали всем желающим об апгрейде звуковой системы авто, а также демонстрировали мощность аудиосистем, которая составляла приблизительно 500 киловатт. Поехали! 151,4 в стоковой тачке. Суть соревнований такова. Во время квалификации измеряется максимальный уровень звукового давления в автомобиле каждого участника. По завершении квалификационного этапа самые громкие в каждом классе переходят в следующий этап – раунды на выбывание. Здесь участники соревнуются в формате один на один. Победитель каждого поединка переходит в следующий раунд соревнований, а проигравший выбывает. На шоу можно было заметить бывших чемпионов, хотя было и огромное количество новичков, что говорит о популярности данного вида тюнинга в России. «Выступаю второй раз на соревнованиях, второй год уже. В первом году в своем классе второе место занял. Ну, сейчас, я не знаю, может быть, что-нибудь и получится, но перед соревнованиями, перед замерами я тоже замерился на площадке. Ну, не особый результат, конечно, меня устроил. Ну, посмотрим, может быть, кого-нибудь я обойду». Соревнования проводятся с 2006 года. За все это время прошла смена поколений как водителей, так и автопарка. В этот раз шоу собрало около 60 машин. «Сегодня присутствуют, ну, наверное, самые громкие машины не только нашего города, но и с Дальнего Востока. То есть они, все эти машины будут участвовать в течение сезона и обратно вернутся к нам в августе, в конце августа, где пройдет финал Дальнего Востока, после которого уже машины могут двигаться на чемпионат России и на чемпионат Европы». Эксперты называют эти соревнования творческими, потому что именно творческие способности помогают участникам создать одновременно и эффектный внешний, и функциональный автомобиль. Судя по количеству зрителей и конкурсантов, данное мероприятие по душе и тем, и другим. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.